привет народ сегодня мини обзорчик мини распаковка мелочевки для мормышинга пожалуй вот эти три вещи это для мормышинга можно сказать и вот эта вот кучка это для нано джига микро джига начнем застежек проблемно было найти мелкие застежки у меня закончились предыдущие практически не попытка подобрать что-то чисто по названию номеру этих застежек ни к чему хорошему пока не привела у меня были мелкие застежки которые покупал в обычном магазине но так как большинство покупок совершаются в интернет магазинах то можно ориентироваться пожалуй только на номера и размеры указаны производителем то есть смотрим застежки 2.0 а 3.0 заказываем получаем здоровые застежки то есть довольно крупные может быть для производителя это и мелкие застежки но чаще всего они оказываются гораздо более крупными чем хотелось бы был момент когда еще покупал застежки фирмы fish season получились довольно мелкие изящные застежки выяснилось что рукой их расстегнуть практически нереально то есть они очень жесткие и при попытке расстегнуть их плоскогубцами например или щипцами каким-то они просто деформировались то есть как застежки оказались совершенно негодными вещами увы неплохим вариантом были подобные вот этим косодаковским застежки вот fish season только они шли вместе с маленькими вертлюжками у косодаки есть видите без то есть вертлюжки обычно мне в таком количестве не нужны абсолютно а вот застежки такого типа сейчас попробую показать сейчас еще достану а то одной наверное не видно было будет все таки вещь довольно мелкая в кадре вот такого типа оказались очень востребованы сами вполне себе неплохие тонкие с хорошей проволоки но недостаток такой что при рывковой проводки бывают самопроизвольно раскрываются поэтому обратите внимание пользоваться вы такими можете но есть вероятность что при рывках они все-таки раскроются иногда на забросе раскрываются редко но неприятно всегда потеря приманки потеря рыбы возможно ну чаще всего вполне себе адекватно ведут посмотрим как косодаковские себя поведут потому что возможно проволока другая хотя я думаю они все-таки на одном заводе сделано как обычно может быть это окажется более прочными так плюс этих застежек в том что они во-первых тонкие и подходят к любым микроджиговым приманкам то есть не сильно их увеличивая их вес то есть приманка продолжает неплохо играть эти застежки можно ставить и для крепления приманки самой и для соединения крючка с чебурашкой с грузилом модель называется 1000 bn и плюс этого ну три нуля и плюс что их тут 20 штук два взял пакетика для пробы потому что не знал что придет потому что фотографии застежек там не было где покупал просто посмотрел косодака цена нормальная и три нуля размер взял купил в принципе да нормальный вариант так 20 штук хорошо вот эти застежки 10 получается 1011 bn их там 11 штук то есть практически вдвое меньше тоже три нуля размер тоже косодак одинаковые цены имеют но ведь их поменьше но зато они явно более надежной конструкции имеет парочку достану сразу эти застежки пожалуй наиболее надежный вариант из возможных то есть у них две стороны которые застегиваться хотя меньше я думаю расстегнуть руками будет проблематично но вполне себе видите расстегиваются пальцами то есть есть то есть довольно удобно будет использовать не прибегая какому-то инструменту сейчас я на бумажке потому что опять же говорю мелкие застежки и размер вполне себе микро джиговый но на джиговый вполне ультравайтовый размер мелкий цена неплохая 11 штук упаковки пожалуй этих стоит еще приобрести этих по 20 штук пока нормально еще пару таких вот упаковок я бы взял на сезон не знаю хватит не хватит иногда быстро заканчиваются какие-нибудь щурята вырастут концу рыболовного сезона и начнут откусывать все подряд вот тогда летят застежки приманки ну и крепкие слова в сторону вода водоема так дальше теперь микро джиговая тема не микро джиговая мормышинговая тема приманки взял я лаки джон до этого мне не попадались по приемлемой цене были дорогие это мотыль очередной мотыля искусственного много не бывает любой фирмы работают но они бывают разного цвета разной толщины поэтому может быть имеет смысл иметь какой-то ассортимент все сделано видите аккуратно стандартного размера баночка заклеенная фольгой пленкой и опять же мотыль выглядит довольно стандартно только единственное у меня есть к садаковский мотыль и он довольно таки яркий а это вот такой ближе к натуральному посмотрим насколько он лучше соответственно получается где-то около сантиметра чуть больше сантиметра одна личинка можете их дуть две например ли целый пучок надевать можно одну использовать все зависит от размера рыбы и насколько активна она в данный момент к сожалению воды не налил можно было попробовать тонущей не тонущей но при размере такой приманки небольшой я думаю это не сильно существенно вот с амортизатором с ароматизатором они что-то намудрили все-таки он пахнет силиконом а не креветкой как здесь заявлено вот здесь вот видите соленый не соленый пробовать не буду скорее всего просто просто мотыль посмотрим не очень хороший вариант оказался за такие деньги по по запаху не не очень похож ни на мотыля не на креветку все-таки он какой-то химический за совсем небольшую цену попалась баночка берклевского мотыля бронзового почему-то на самом деле это конечно не опарыш это личинка моли ну у нас такая вещь и вообще не используется обычно в качестве насадки специально но чаще всего считается что это опарыш поэтому упаковка опять нормальный в отличие от лаки джоновский откручивается очень даже нормально они туго как там хотя стоило дешевле чем лаки джоновский как ни странно отклеилась совсем легко крышечка и вот так длинная колбаса как фокусник вытащу боюсь бы побоялся всего я бы не сказал что он бронзовый металлический какой-то отлив имеется но скорее такой янтарный соответственно можем разбирать их на отдельной части можно по 2 можно одну очень сильно смазанный мотор артрактантом фу вот этот вот очень сильная действительно артрактант присутствует здесь вот такой крепкий рыбный запах у меня почему-то опарыша подобные приманки для мормышинга работают слабо нескольких цветов у меня есть тонущие белые белые тонущие плавающие там какие-то есть косодаковские пауэрбейтовские одинаково не работают нормально почему-то то есть поклевки есть но не особо мотыли лучшим большим спросом пользуются посмотрим может быть вот этот цвет как раз то что надо довольно интересный такой агентарный не желтый а скорее всего не знаю какой там розоватый бронзовым назвать можно с большой натяжкой только за счет металлического какого-то отлива все руки теперь в этой штуке да поэтому учтите придется бумажку использовать в качестве салфетки иначе просто тут все провоняет вокруг рыбы так дальше попалась по недорогой цене леска от санлайн диаметр 104 миллиметра и заявленный заявленная разрывная нагрузка 1 килограмм видите tournament line то для соревнований японская просто обычная прозрачная леска сейчас посмотрим посмотрим просто рукой где бы этот конец лески еще найти а он там где-то внизу внутри оказался так это не он вот он да ну не знаю насчет килограмма по моему гораздо меньше килограмма здесь разрывная нагрузка может быть не зря цена такая небольшая была давайте попробуем сделать петлю петля обычная без без смачивания почему-то она мне оказывается на проверке перед камерой крепче чем смоченная петля на речке мы обычно узлы все смачиваем конечно традиционно считается что они более крепкие так все посмотрим килограмм выдержит или нет что-то мне подсказывает что гораздо гораздо меньше получается разрывная нагрузка обычный пружинный безмен не знаю насколько он точно там измеряет но у меня другого измерительного прибора нет тянем ну на узле получилось грамм 800 то есть принципе пожалуй килограмм наверно на хорошем узле должна держать давайте еще раз плюс того что на сухую когда узел вяжется рвется именно на узле они где-то в произвольном месте поэтому если уж леска рвется с таким узлом черти где значит леска совсем никакая леска тонкая очень прозрачная найти ее на столе получается не очень удобно около килограмма да действительно даже на узле держит так что посмотрим не знаю насчет использования такой лески видно мормышинге что-то я пока боюсь таких диаметров все-таки спиннинг это спиннинг у меня для мормышинга леска используется где-то 0 12 0 125 толщина и смысла нет использовать потому что будет просто подвисать мормышка на леске 0 12 вполне можно ловить осуществлять проводку и неплохую чувствительность сохранить еще расскажу самый хороший вариант все-таки какие-то тонкие шнуры это в качестве папа по чувствительности они самые высокие получается но неудобно мормышку нужно привязывать какому-то лидеру например флюрокарбоновым потому что нижняя часть шнура тонкого очень быстро изнашиваться они шнуры довольно нежные и довольно дорогие и перевязывать каждый раз отрезая кусок шнура смысла не имеет поэтому ставить обязательно надо какой-то лидер либо из лески либо флюрокарбона что есть под рукой это вот плюс и минус дальше идет флюрокарбон пожалуй минимально растяжим по сравнению с обычной леской чувствительность неплохая но похуже чем у шнуров неплохо заметен они бывают разного цвета и перевязывать приманку очень удобно и самый худший возможно вариант но самый доступный и чаще всего легче всего найти это тонкие лески можно использовать какие-то зимние лески либо качественные хороших производителей лески на это тоже все ловить можно но учтите растяжимость обычной лески довольно большая и часть поклевок будет скрадываться но за счет своей растяжимостью как бы помогать будут фрикционно вашей катушке вываживать рыбу то есть леска чем более длинный кусок у нас к рыбе уходит тем более он амортизирует то есть кроме гибкости удилища добавляется еще растяжимость лески и фрикционный тормоз тоже задействуется уже гораздо меньше может быть это лучший вариант но будете пропускать часть поклевок именно за счет растяжимости лески то что вы не увидите но можно взять довольно яркую леску и тогда вы просто видеть будете поклевку по шнуру даже если ваш спиннинг или ваши руки не позволяет тонкую легкую какую-то там поклевку осторожную почувствовать по движению лески иногда очень хорошо заметно как клюет рыба то есть это тоже в плюс обычной лески так что все три варианта для мармышинга подходящие и шнура флюрокарбон и леска но мне пока вот больше всего нравится тонкий флюрокарбон если найдете по небольшой цене флюрокарбон где-то там 0.12 то берите это очень классный вариант для ловли именно на мармышинг мне попался зимой прошлый дайвовский я вот сезон им отловил пожалуй это наилучший вариант другой вариант который я использую это берклевский нанофил с лидером из флюрокарбона но нанофил очень чувствительны к узлам чуть что и рвется на узле именно хорошо хоть не в других местах поэтому чувствительность у нанофила выше чем у флюрокарбона дальность заброса у них сопоставимая но к сожалению устойчивость к повреждениям и разрыв на узлах у нанофила гораздо меньше чем у того же флюрокарбона поэтому стараюсь ловить флюрокарбоном последнее время стал пробовать ловить на леску пока какой-то большой статистике статистики не набрал посмотрю как себя поведет потому что на основном своем мармышинговом комплекте имею сейчас нанофил на одной шпуле и хорошую леску арийную интересные окраски оранжевые чередуются оранжевые и зеленые участки которые как раз вот сочетают низкую заметность тот зеленый кусок и высокую заметность сверху тот оранжевый кусок который будет виден мне у меня пока к этой леске какие-то есть есть доверие хочу половить на такую вот оранжевую зеленую леску очень даже заинтересовал меня такое сочетание не зря японцы и сделали в моих обзорах такая леска есть поэтому к сожалению сейчас вот на рыбалку выйти проблемно а так буду пробовать ловить на леску потому что заменить леску все-таки гораздо проще чем шнур или флюрокарбон но пока по чувствительности конечно леска проигрывает ну кое в чем и выигрывает как я уже сказал и тонкие шнуры даже в бюджетном сильно бюджетном сегменте уже появились достаточно тонкие можно в принципе наверное имя ловить мономар мышку но ставим лидер там по длине и можно может метр поставить этого достаточно обычно поэтому смотрите пробуйте что для вас для вашего спиннинга наиболее подходящее для ваших условий для ваших финансовых возможностей потому что на некоторых каналов все замечательно но цены той продукции которые люди пользуются далека от возможности большинства людей с обычными заработками у меня все снасти довольно бюджетные поэтому не 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 буду жаловаться но поэтому покупаем то что можем себе позволить они то что самое лучшее поэтому выбираем наиболее лучшее из того что возможно пытаемся по крайней мере так и напомню еще тем кто смотрит и тем кому опять же чуть-чуть денег не жалко все-таки давайте попробуем собрать финансы на заставку для канала то как-то по-босяцки выглядит канал без заставки много обзоров доставки достаточно количество просмотров но заставки пока нет я уже придумал где взять и как ее сделать но там нужна небольшая сумма по-моему в районе где-то пятидесяти пяти или десяти долларов что ли поэтому давайте хоть по 50 рублей если есть у кого возможность скинуться просто вот не то что мне сильно жалко я лучше конечно куплю что-то рыбацкое а то что если людям которые смотрят хотелось бы чтоб канал не выглядел как канал поэтому у меня там в конце в описании видео будет указан кошелек яндексовский если там хоть что-нибудь туда попадет я в конце концов добавлю своих и сделаю заставку но хотелось бы какой-то реакции все-таки от зрителей виде благодарности все всем спасибо пока пока